Сервера, которые присутствуют в топологии или которые присутствуют в этой схеме, они могут быть серверами баз данных, могут быть файловыми серверами или серверами, на которых непосредственно установлен Skype for Business сервер. В серверах Skype for Business каждый сервер выполняет определенную задачу, поэтому Skype for Business использует ролевую модель, то есть каждый сервер устанавливается в определенной роли и выполняет определенный конкретный функционал. Для того, чтобы создать и описать свою собственную топологию, администратор должен... Кроме VoIP, кроме передачи голоса и видео и конференций, вы можете использовать, и ваша компания может использовать Skype for Business для замены корпоративной АТС. Можно интегрировать Skype for Business сервер с телефонными сетями общего пользования. Естественно, сделать это напрямую вы не сможете, поскольку Skype for Business сервер представляет из себя IP АТС, и если мы хотим интегрироваться с каналом Е1 или за рубежом Т1 или есть СО-линия, то нам понадобится медиашлюз. То есть при наличии специального медиашлюза мы можем интегрироваться с сетями общего пользования телефонными, и по сути Skype for Business сервер превратится в корпоративную АТС. Здесь нужно понимать, что Skype for Business сервер может использовать это как АТС, но все зависит от того, какие требования к АТС вы выставляете. Есть определенные ограничения. Например, Пример.